Всем привет! Сегодня я снимаю видео о своих покупках в магазине FixPrice, то бишь все по одной цене, все по 39. В этот магазин я хожу не так часто, я к нему остаюсь равнодушной, и в этот раз я попала туда случайно и совершила там некоторые покупки. Мои покупки были в основном касающиеся красоты. FixPrice это такой магазин, если кто не знает, где все по одной цене, то есть все по 39. Там есть продукты, которые хорошего качества, которым можно будет вполне пользоваться, но так и есть продукты, которые просто отвратительного качества. На мой взгляд 39 рублей это немного дороговато для этого магазина, потому что, как мне кажется, 30% из всего товара, то, что там представлено, пригодны для использования, а остальные 70% просто ненужных лам. В общем, давайте уже покажу вам все, что я купила. Ну и первое, с чего я начну, наверное, это были вот такие пузырьки. Их я уже показывала в своем влоге. Что могу сказать по поводу качества этих пузырьков? Они, конечно, не супер-пупер качества, но на одну-две поездки, в принципе, хватит. Ничего нигде не протекает, что порадовало, в принципе. Они предназначены для бальзамов, для гелей, для душа, для шампуня. Их было в комплекте всего три, и я думаю, что вот этот товар за 39 рублей вполне себе приемлем. Потому что в Литуале я видела набор из пяти или семи предметов, я не помню, он стоил в районе 700-800 рублей. Так что этой покупкой я довольна. Следующую свою покупку я вам также уже показывала во влоге. Это была вот такая желтая косметичка. Мне она понравилась тем, что она такая желтая, веселая, на лето самое то. И она достаточно маленькая, но она вместимая. То есть мне вполне хватило сюда положить всю необходимую косметику, которую я взяла в путешествие. И я осталась довольна. Эта косметичка сделана, она так, в принципе, нормально. Нитки не торчали, все достаточно хорошо сшито. Так что до этой покупки я также осталась довольна. Также в этом магазине я купила вот такой шампунь-бальзам. Это два в одном. Шампунь-бальзам для всей семьи. Что могу сказать по поводу этого продукта? То как шампунь, он в принципе неплох, неплохо промывает волосы. А как бальзам, он немного не выполняет всех тех функций, которые в принципе должен делать бальзам. То есть он не делает волосы ни блестящими, ни струящими, ни гладкими. За 39 рублей пол-литра, мне кажется, это идеальный вариант для большой семьи. А если у вас какие-то сухие волосы, ломкие волосы, то я думаю, что он для вас не подойдет. А для тех, у кого большая семья, за 39 рублей 500 мл самое то. Следующее, что я купила в этом магазине, это были вот таких два геля для душа. Давайте расскажу вам сначала об этом поподробнее. Это гель для душа увлажняющий. Я им уже пользовалась, пользовалась уже им не раз. Он мне в принципе понравился. У него просто безумно вкусный запах. Пахнет он непонятно, то ли молочный, то ли еще что-то. Но вот здесь сказано, что здесь и есть и липа, календула и ромашка. Но он абсолютно не пахнет травами. Он пахнет, у него запах такой сладкий. И также мне понравилось то, что он оставляет запах после себя, но где-то часа два он после того, как вы помылись этим гелем для душа, он держится еще на коже у вас. В принципе, неплохой гель за 39 рублей. Здесь 280 мл. Я думаю, что в принципе нормально. Ну и второй гель для душа называется цветущая гордения. Вот так вот он выглядит. Как я поняла, это есть такой цветок. И понравился он мне больше, чем вот этот гель для душа. Потому что у этого геля запах такой сладковатый, а у этого более такой освежающий. На коже он остается после того, как вы его использовали, где-то еще час-полтора. В принципе, нормально. У него здесь 500 мл. И он также, как и который шампунь-бальзам, я вам показывала, подойдет отлично для большой семьи. Так что за 39 рублей, я думаю, нормальный вариант. Также я купила там вот эти сережки, которые сейчас на мне. Не знаю, идут они мне или нет. Напишите мне, пожалуйста, в комментариях. Может, я сижу сейчас перед вами как сорока в них. Но, в общем, сделаны они нормально. И качество у них такое нормальное, как у обычной бижутерии. Нормально, все нормально. Сегодня вообще все у меня покупки, в принципе, нормальные. И последнее, что я купила, это были вот такие ракушки. Мне они безумно понравились. Они такие красивые. И их здесь много-много всяких разных. Есть и маленькие, есть и большие, есть даже звездочка. В общем, крутые ракушки. Мне кажется, их можно будет использовать, если у кого есть аквариум, можно будет их закинуть в аквариум. Если у кого есть какая-нибудь ваза, там декоративно, можно будет их туда закинуть. Или если кто занимается, допустим, что-то мастерить своими руками, также их можно будет применить. Можно будет сделать какие-нибудь сережки. Я такими вещами не занимаюсь. Мне они нужны были для того, чтобы делать фотографии со сводчами на лак. В общем, просто красивые ракушки. Я всегда любила ракушки, так что вот. Тоже нормально. В общем, да, это были все покупки, которые совершила в этом магазине. Напишите, пожалуйста, мне в комментариях, ходите ли вы в этот магазин. Ставьте лайк, если вам понравилось это видео. И подписывайтесь на мой канал, чтобы не пропустить новые. Скоро увидимся. Пока!